Я играю в Майнкрафт уже на протяжении 8 лет, и я видел много разных видов строительства, общался с многими топовыми бриджерами, и мне казалось, что я уже всё знаю в этой игре, но это я увидел впервые. То, что вы видите сейчас, называется Тим Бридж, и я решил созвониться с создателями этого вида строительства. Итак, приветствую вас, Тим Бриджеры, первый участник это Ферайзен, поздоровайся. Привет. И Макабра. Здорово. В общем, с вами я уже знаком, мы уже записывали совместное видео, но тут вы меня очень сильно удивили, показав какой-то Тим Бридж. Это для меня, ну, максимально новый и необычный вид строительства, поэтому у меня есть несколько вопросов, которые я хочу вам задать по поводу этого вида строительства, и потом мы пойдём на Бэдварс, вы будете показывать скилл. Итак, первый вопрос, кто и когда придумал Тим Бридж? Так, ну, смотрим. Придумал идею Макабры, помог довести до ума Ферайзен в июле 2024 года. Ну, то есть мы... Очень интересно, я, честно говоря, даже об этом не знал. Но, ладно, следующий вопрос, сколько человек участвует в этом виде строительства одновременно, и сколько вообще максимум может участвовать? Минимально два человека, а максимально, ну, бесконечно. Обалдеть. То есть можно собрать 100 человек и строиться так? Да. А сколько КПС нужно для этого вида строительства? Можно строиться примерно от 4 КПС. То есть, получается, какой вид клика вы используете для этого? Можно использовать обычный клик, но три клика будет более стабильный. А можно ли использовать этот вид строительства на Бэдварсе? А кто-то вообще запрещал. Ну, тогда сейчас посмотрим, как это работает на Бэдварсе, и... Поехали строить с Андромедой. Что это за шаг? Будет развук какой-то. Эти топовые строители будут использовать не только Team Bridge, потому что они знают много разных крутых видов строительства. И чтобы от них не отставать, я буду использовать Cybridge. Я недавно освоил этот топовый 0 КПС вид строительства. И скоро запишу для вас туториал. И вообще, это видео получилось реально эпичным. Вам понравится. А в конце мы, то есть ПВП-шеры и строители, зайдем на аркады. Да, на моем сервере добавили несколько новых режимов. И, конечно же, IP моего пиратского сервера, на котором мы играем сегодня, в описании. Так, ну что ж, все, а здесь, я так понимаю, вы уже готовы. Наблюдай. А как вы синхронизируетесь? Отсчету. Раз, два, три. Короче, мы достроились. Ну, там, ну, пару раз не достроились, но я гений монтажа, поэтому достроились. Ёма, это что такое? Это кто там чаще простроился миллион блоков? Это что такое? Это по туториалам от Макабра, насколько я понимаю. Так, ну что вы там где? Я так понимаю, вы уже построились через всю карту Team Bridge, а я начинаю строиться с Cybridge. И, кстати, делаю это довольно-таки успешно. Нормально, достроился. Что это у вас за погоня тут происходит? Так, ребята, у нас больше нет кровати. Я считаю, что это самый подходящий очень момент прямо сейчас построиться Team Bridge. О, нет, меня бьет инвиз вообще. Это что такое? Помогите мне, вы где, ребята? Он упал куда-то вниз. Что это было? Он в дырку упал просто. Вы, главное, живите. Минус сюда. Что, вы прям давайте без кровати? Страшно. Да, да, конечно, мы не боимся. Да ну нафиг, вы делаете это без кровати. Как это? Обалдеть, на нас смотрит зеленый, но вы реально показываете скилл. Так, ребята, мне нужна помощь с зеленым. Ладно, я его начинаю выносить, я его вынес. Я завис, видимо, у меня удален охот, скорее всего, честно. Да, все, Феррайзен зависит. Бро, посмотри на это, как тебе такое? О, что ты там делаешь? Чего ты построился без шифта по диагонали? Все, Феррайзен, к сожалению, отлетел. Обалдеть, это что? Телли Бриджинг. Слушайте, как же классно играть в команде со строителями. Но самое классное осознавать то, что теперь я тоже строитель. Интересно, могу ли я себя... Ух ты, ема. Подождите. Подождите. Я смог достроиться, можно сказать, до центра. Ну все, теперь я могу считать себя... Профессионалом в ноль КПС строительстве, я надеюсь. Но нужно еще ноль КПС Год Бридж освоить, и тогда просто вот точно буду профессионалом. Так, зеленые, желтые, что вы вот это вот делаете? Можно, пожалуйста, слиться? Я лечу за ним, прыгаю. Минус, у меня пол ХП осталось. Так, все, тут я вижу, вы уже рядом. Ну что, предлагаем сломать кровать, например. Только я сейчас запугиваю противников, опять же, такими вот движениями. Все, а тут... И у меня есть кирка, но меня пытаются скинуть. Что я делаю вообще? Я живой, а вы? Нам сломаются сейчас. Реально? Это печально, это печально. Но я успел сломать кровать, теперь я застраиваю просто здесь. Нет! Падайте, падайте, падайте. Мгм, да, нас уже как бы слили, по крайней мере, меня. Ты минус два сделал, что? Красава. Хорош. Меня просто только что буст фаербола прилетел снизу. Они пока падали, кинули фаербол, меня забустили. Это какая-то тактика. Ко мне бежит, ребята, трое желтых. Я... Ну, уже не только ко мне. Что? Я его скинул фаерболом пока падал? Он упал... Да. Мне надоело с ним чусюкаться. Бро, я только что простроился с сайбриджем блоков 20-30, и после этого блок с лестницей поставил с высоты блоков 15. Пытаюсь продвинуться. Меня его тиммейт забустил к нему же. Спасибо. Минус, отлично. Слушайте, скорее всего, я сейчас желтым сломаю кровать. Естественно, там один чел решил спрыгнуть вниз, чтобы задефаться, но вряд ли ему это как-то поможет, потому что я уже ломаю кроватку. Я это сделал. Надеюсь, у вас там все нормально. Да, все нормально. Потому что я выношу одного, и второй меня скидывает. Последний желтый здесь остается. Даже не знаю, как бы с ним лучше сейчас справиться, но я думаю то, что я его скинул. Да, я его скинул. Уггшечка. Раз, два, три. Так, ну слушайте, как раз мы сюда доходим, и я предлагаю нам сейчас с красным что-то сначала сделать, и потом можно будет продолжить строиться, потому что он уже идет к нам. Ладно, он уже к нам не идет, все нормально. Тогда давайте сомаем сейчас красных, и возможно от них построимся на центр, например, уже не по диагонали, а можно втроем, не знаю, начать строиться. Ребята, мне нужна небольшая помощь. Все, сломал кровать. Красный. Ты падаешь вниз. Минус. Хорошо. И давайте я сейчас начну строиться с Айбриджем. Вообще, кстати, этим видом строительства научил меня строиться не макабрый, а сам каким-то образом к этому дошел. Но, если бы ты не научил меня строиться чача-бриджем, я бы до этого не дошел, потому что это как бы разновидность чача-бриджа, насколько я понимаю. Вот, ну, по крайней мере, это похоже. Ну, такая смесь фрутберриса и чача-бриджа, да? А вообще, вот это вот, зачем ты тут туториал про чача-бридж записал? У меня теперь каждый подписчик на сервере строится без шифта, 0 кпс. Почему их так много? У нас минус кровать, желтый, иди нафиг. Ну, нормально, у нас есть шансы на победу, с кровати остались только желтые, а мы сможем. Потом я кинул фаер... Да хватит меня закидывать фаерболами, в меня зеленый просто закидывает миллион фаерболов, мне это вообще не нравится. У него, кстати, 4 хп. Ребята, вы бы видели, что у меня происходит. Что зеленый здесь? Обалдеть, это что за клачер какой-то? Зеленый на фаерболе от меня улетел, поставил воду и таким образом засейвился, а он бежит, кстати, к вам. Так, бро, не надо этого делать, все, я начинаю, в общем, строиться сай-бриджем, и надеюсь, никакие фаерболы в меня не летят. И я тем временем показываю большой скилл, как говорится. Зеленый падает вниз. И сколько у него фаерболов было, ладно, в любом случае мы затащили, но прикольная игра. Давай, раз, два, три. Неплохо, ребята, слушайте, ну это было прям жестко. Кстати, красные даже не застраивали свою кровать, и при этом они куда-то там идут. О, пошло-поехало. Ноль кпс-бриджинг, нормально, а-а-а! У красного какой-то прям очень такой длинный, долгий путь к нам, он еще и строится с шифтом, но это дрим какой-то, а дрим это, ну, нубик. Так, слушай, только не скидывай его, надо под ним блок самать, не скидывай, не скидывай. Смотри, 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 показываю туториал, как нужно делать такие дела. Эм, ладно. Туториал немного провалился, извиняюсь. Но, в целом, у меня зачастую так получается. Ну, самое главное, что мы его слили. И он не захватит. Сломал кровать. Эти вот строители мне уже надоели, ну что, вот куда он строится вообще? Так, подожди, он меня не замечает, что ли? Секундочку. Так, ребята, к вам подарочек летит. Опа, отлично. Поймал. Да что, он серьезно мне чего откинул с удара? Ребята, вы видели, что я сейчас творю? Я не знаю, у меня такое ощущение, как будто я только что... Я не знаю, сколько блоков поставил, наверное, почти стак. Это было прям очень жестко. А еще к нам бежит, кстати, зеленый, но... Нет, не нравится, уже не бежит, все нормально. Что, зеленый тут блоки добывает? У него нехватка блоков или что? Ё-моё, у него, у него этот меч железный. Все, вынесли. Я знаю то, что надо мной там есть зеленый, но я хочу к ним построиться, и поэтому я это сделал отлично. И... Давайте, давайте, я пытаюсь пробежать. Смогу ли я это сделать? Я ломаю здесь блок, но там нету дырки, она не образовалась, меня перекинули, и я сама ломкровать, что? Все, 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 сейчас будет инбо. Нет, ну только не это. Я понял, что ты хочешь сделать. Ребята, сейчас будет... Мне надо блоки, блоки. Обалдеть, ребята, это самый лучший 0 кпс бриджен, который вы когда-либо видели. Это тройная стена бридж, 0 кпс, андромеда, по диагонали. Я, честно говоря, просто у меня нет слов. Как долго ты вообще это научил? Ну, где-то 5 минут. Все, понял, вопросов нет. Бро, может... Нет! Я тебе тоже скинул. О, ребята, мы выиграли, обалдеть. Итак, дорогие друзья, игра уже началась, в общем, это TNT Tech, и мне дали TNT-шку, спасибо большое, но я сразу передал другому игроку, и мне не нравится то, что в начале игры уже начинается вот эта вот тема. Ну ладно, я сейчас его тут покамблю, чтобы он понял, что со мной лучше не связываться. В общем, это режим, типа, горячая картошка, где у вас вместо горячей картошки TNT, от которой нужно избавиться, передав ее другому игроку, и таким образом... Кстати, я вижу там 2 TNT-шки, которые сейчас, наверное, будут бежать за мной, но я надеюсь, что нет. Ладно, все, я убежал, все нормально. Мне страшно. Мне тоже. Я на спауне. На спауне, то есть на горе? А, нет, на спауне все понял, на каком спауне. Две картошки возле меня бегают, мне не звучит. Опа! А, опять игроков бить нельзя. А, нет, этот раунд меняется, все нормально. Нет, я динамит, за что? Почему я такой вообще везучий? Я 2 игры, точнее, ну типа, 2 раунда подряд TNT-шкой становлюсь. Мне вообще не нравится это, но я передал, все нормально. Сколько, премьер, 10? 10, 10. 10, да, мало. Я так понимаю, ты в какой-то... Давай, беги, 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 беги. Один! Что это за звуки? Ты выжил? Да, вышел. Отлично. Нет, нет, да почему я 3 раунда подряд становлюсь TNT-шкой? Да это не норма вообще, это ужас какой-то. Я хотел перестать быть PvP-шером, строителем, бедварсером, трюкачем, еще кем-либо. Я хотел стать TNT-тегером, что... Но мне не дают этого сделать. Я высказался, спасибо за внимание. Какие нафиг 5 секунд? Какие нафиг 5 секунд? Бей его, бей его. Да пошел ты нафиг! Да иди ты нафиг! Да, я выжил, обалдеть. Ой, нет, нас ТРТ пает. Все, я передал кому-то. Да нет, отстань от меня! Бо, меня здесь нету. Меня здесь нету! Бро, что ты здесь делаешь? Ты хоть не загоняешь. Я забрадался. А-а-а, отстань, отстань, от... Нет, мне чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Это страшно. Так это страшно очень, когда сантиметры находят... Так, ну что это такое, ребят? Несчастно. Да почему все время за мной? То я становлюсь ТНТ-шкой, то за мной бегут, но это не норма вообще. Я не могу просто уже. Кстати, человек какую-то косметику купил, да. На этом режиме еще и косметика есть, поэтому... Все, я забрался. Я, кстати, вообще могу включить ГМ-3. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Могу... Слушайте, я сейчас ГМ-3 могу вот так вот просто летать, и меня никто не тронет, но мы не будем этого делать. Все, я ухожу. Опа, опа, один на один. Ты не выиграешь. Тебе пора сливаться. Какой просто ужас. Что это? Я из эффекта вообще ничего не увидел. Ничья, бро, ничья. Ну хотя бы ты не выиграл уже, хорошо. Так, в общем, ребята, наконец-то мы играем в нормальный режим. Не вот этот Бадвардс, где там ПВП строительство. Вот, вот во что нужно играть. Это Тентаран. Вот, можете тоже зайти поиграть, и вот... Вы когда-то играли в Тентаран вообще? Да. Что думаете об этом режиме в целом? Прикольно. Короче, вообще режимы эти только добавились, поэтому здесь, ну, могут встречаться какие-то небольшие недоработки, хотя, честно говоря... Что случилось? Я умер. Слушай, Ферайзер, мне кажется, произойдет такая ситуация, что мы останемся с тобой один на один чисто в конце игры, потому что мы все время тут бегаем. Ну, либо в какой-то момент кто-то из нас просто жестко полетит вниз, но, надеюсь, это буду не я. Тем не менее. Кстати, а у тебя сколько двойных прыжков справа? Это я тебя отвлекаю, понял? Да, да, да. Ёма! Я случайно... Я нажал левую кнопку мыши, я не знал, что меня перо завязает. Короче, проинформирую тебя, если ты нажмешь на левую кнопку мыши по перу, оно тебя все равно подкинет. Ты, кстати, упал куда-то вниз, да? Да, но там у меня не был блок. Кстати, Тентаран у нас необычный, у нас тут вместо... Нет, я на последнем ряду. Короче, у нас вместо блоков гравия и песка тут разные типа шерсти, всякое такое. Мне кажется, это вообще прикольно. Что? Ты прикинь, я сам блок... Я только что упал куда-то вниз, я не знал, что я упаду таким образом вниз. А не, наверное, я просто долго там стоял, вот. Но после этого я заседался нормально. Короче, смотри, у тебя справа пишется три дабл прыжка, но это как бы... Это рофл, вообще у тебя 10. То есть ты можешь сейчас прыгнуть, типа, хоть вниз и завязать их всех и полететь на второй слой. Это, наверное, блеф, да? Не, не, это реально, я тебе говорю, правдивую информацию. Не, 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 я в два раза пробил, нажал, и что-то не работает. А ты что, уже три дабл жампа использовал? Да, один случайно. Я тоже, кстати, один случайно, второй очень тупо, но у меня еще остался один. Нет, что-то чувствует... Слушай, ситуа... Нет, ГГ, ГГ. Да, победитель. Так ты, получается, Тентераннер? Все, понял. Я ни разу в это не играл. Итак, дорогие друзья, хочу вам сказать пару важных слов. В общем, это аудио я записываю поздно ночью, поэтому громко говорить не могу. В общем, я думаю, что некоторые уже могли понять, что иногда эти игроки падали, когда строились с Тимбриджем, так как они только недавно его освоили. И, конечно, у меня нет цели вас обмануть, поэтому говорю напрямую, что периодически я их телепортировал к себе. Хотя, скрыть я это не пытался, потому что в чате вы и так могли это видеть. Я, конечно, мог это замазать, но, опять же, не хочу вас обманывать. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом виде строительства. А также подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Гера, и всем пока!